МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, налоги – та цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе. И с этим нельзя не согласиться. Однако, как же разобраться во всех тонкостях налогообложения, своих правах и обязанностях? Именно поэтому сегодня на «Перекрестке мнений» мы постараемся, что называется, разложить по полочкам все тонкости налоговой грамоты. Здравствуйте, друзья! Как и обычно в это время, в эфире на «Беларусь-2» ток-шоу «Перекресток». Что ж, и по традиции в самом начале программы я познакомлю вас со своими гостями. Сегодня это Алла Наумчик, кандидат экономических наук, доцент, ректор Белорусского государственного торгово-экономического университета по требкооперации. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий мой гость – Анатолий Шевчик, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозорскому району. АПЛОДИСМЕНТЫ И Галина Пашет, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области. АПЛОДИСМЕНТЫ Галина Михайловна, с вами мы и начнем программу. Предлагаю стартовать с информации про то, как прошла кампания по декларированию, так давно она закончилась, какой она оказалась для нашего региона. Да, действительно, первоначальный этап этой кампании завершился. Он завершился 1 марта, но это только первоначальный этап, в результате которого 2500 граждан нашей Гомельской области подали декларации. Но работа налогов у рынка характеризуется цифрами. Цифры таковы. Мы доначислили 3 миллиарда подоходного налога, что на 2 миллиарда больше, чем в прошлом году. Но это только первоначальный этап, я подчеркну. Ну, а следующий этап мы будем анализировать всех тех граждан, которые должны были подать эти декларации, но не подали. То есть будем работать над этой категорией, которая в соответствии с нашим законодательством. Так, например, те граждане, которые купили 2 и более, продали машин, ну и так далее. То есть будем работать над этой категорией. Ну, во-первых, сегодняшняя программа станет для них напоминанием. Ну, а во-вторых, понимаем, что кампания по декларированию только условно закончена. Да, конечно, потому что основная задача собирать налоги, мы их собираем ежедневно. Но если говорить об особенности этой кампании, конечно, по сравнению с тем, как было в предыдущие годы, значительно меньше очередей, меньшее количество граждан, которые обязаны подавать. Это все связано с упрощением налогового законодательства. Если посмотреть на протяжении последних 8 лет, это буквально 8-9 раз уменьшилось это количество. Галина Михайловна, ну вот часто слышим мы о тех богатых людях в России, на Украине. И вот про наших миллиардеров, ну не миллионеров, конечно, миллиардеров, ничего не знаем. Есть ли у нас богатые люди, либо вот такая бедная, скромная страна? Ну, наверное, в том, что есть богатые люди в нашей республике, это совсем не так уже и плохо. Но вы, наверное, хотите узнать. Мы не знаем, есть ли они. Конечно, есть ли они, вам-то виднее. Ну, вы знаете, информация в налоговых декларациях вообще это налоговая тайна. Поэтому фамилии миллионеров я вам называть не буду. Но только для зрителей «Беларусь-2». Да, да. Но скажу только лишь о том, что самый богатый гражданин нашей Гомельской области, который задекларировал налоги, это сумма 504 миллиона. Этот человек тоже с замиранием сердца думал, расскажет ли Галина Михайловна его фамилия и имя. Не рассказали. Анатолий Павлович, подключайтесь к обсуждению. Давайте, может быть, вы нам расскажете какую-то интересную информацию. Какая самая большая сумма была задекларирована вот в этом сезоне? Ну, по отношению к Гомелю город Мозырь небольшой. Все друг друга знают. Мы своих граждан, таких основных плательщиков, которые владеют основными суммами, тоже знаем и заранее их предупреждаем. Ну, такой суммы нет. У нас где-то 100 миллионов. 100 миллионов. Я думаю, тоже неплохо. Многие позавидуют. Только бы по-доброму. И тем не менее, все-таки Мозырь один из крупнейших райцентров Гомельской области. Есть ли отличия в проведении кампании по декларированию? Я хочу именно подтвердить то, что Мозырьский регион – это крупнейший регион. 42,5% консолидированного бюджета в области – это город Мозырь и Мозырьский район. Мы работаем стабильно. У нас такого резкого наплыва нет. Чтобы стояли в очереди, сдавали декларации, тоже нет. Поэтому с плательщиками работаем вплотную, предупреждаем. Иногда они даже и записываются, когда прийти, в какое время. Поэтому... Достаточно гладко прошла кампания. Ну, застой на аплодисменты. Просто есть уже определенный опыт. Годами, это уже более 10 лет эта кампания проходит. Естественно, что мы стараемся сделать все удобное для плательщиков и для граждан области. Как ни странно, но у многих по сей день время подачи декларации о доходах ассоциируется с такой, знаете, горячей порой и огромными неудобствами и очередями. Есть ли это на самом деле и удалось ли изменить ситуацию? Об этом узнаем прямо сейчас. С нами на связи начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по железнодорожному району Гомеля Андрей Левшунов. Андрей Васильевич, есть ли вы с нами на связи? Андрей Васильевич, вижу вас. Здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте, Александр. Уважаемые гости в студии. В настоящее время такой проблемы, как очередь, не существует вообще. Из года в год количество граждан-декларантов уменьшается в разы. Если в 2009 году было подано 1136 деклараций, то уже в 2010 году их подано 580, и в 2011-м 360 деклараций. Несомненно, это все результат тех изменений, которые были внесены в наше законодательство. В 2009 году мы перешли из прогрессивной шкалы налогообложения на плоскую шкалу налогообложения по 12%. Естественно, у тех граждан, которые имели одно или более мест работы, отпала необходимость подавать декларации. Или, например, граждане, которые получали доходы из-за границы, должны были подавать декларацию и уплачивать налог, независимо от той суммы, которую они получили. В 2010 году им был предоставлен налоговый вычет в размере 500 базовых величин, или 17,5 миллионов. Как информацию хочу отметить, что в 2012 году данная сумма будет составлять 26,5 миллионов. Спасибо. Спасибо за информацию, Андрей Васильевич. Ну, а мне же, уважаемые друзья, остается напомнить, что с нами на связи был начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по железнодорожному району Гомеля Андрей Левшунов. Ваши аплодисменты. Анатолий Павлович, скажите, много ли по Мозорскому району уклонистов, так называемых людей, которые не вовремя, либо и вовсе не платят налоги, и как с этим боретесь? Значит, за неуплату платежей в бюджет предусмотрена административная ответственность. Кроме этого, предусмотрена еще конфискация товароматериальных ценностей, за сокрытие налога на прибыль, либо доходов в особо крупных размерах предусмотрена уголовная ответственность. В городе Мозоре мы работаем стабильно, в основном мы работаем с юридическими лицами. Значит, вот, к примеру, привести за прошлый год у нас дополнительно поступило платежей в бюджет 2,6 миллиарда рублей. К слову, контрольная деятельность – одно из важных направлений работы налоговых органов. Стали ли допропорядочнее жители региона, об этом узнаем прямо сейчас от моего гостя, эксперта программы, первого заместительного начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Валентина Сытько. Ваши аплодисменты. Валентина Адамовна, здравствуйте, рад видеть вам слово. Здравствуйте. Налоговые органы нашей области планируют, организуют и проводят налоговые проверки строго в соответствии с 510 указом и директивой номер 4. Напомню, цель 510 указа – это сокращение проверок за счет осуществления выборочного, а не сплошного контроля. То есть мы сегодня идем проверять тех субъектов хозяйствования, где точно знаем, есть нарушения. Поэтому результативность наших проверок составляет 99%. Как и в 2010 году, так и по итогам 2011 года такая результативность плановых проверок была, так и в течение двух месяцев текущего года. Цель директивы номер 4 – это придание контрольной деятельности предупредительного характера. В результате предупредительной работы наших налоговиков в 2011 году 208 субъектов сдали накануне проверок налоговые уточненные декларации и доплатили добровольно 6 – более 6 миллиардов рублей налогов. Но вместе с тем практика контрольной работы показывает, как и в предыдущие годы, так и в 2011 году, так и в текущем году, выявляются субъекты хозяйствования, которые уходят от налогообложения с использованием лжепредпринимательских структур. Так вот, например, в 2011 году выявлено 50 таких субъектов хозяйствования. Они недоплатили более 2 миллиардов налогов в бюджет. Нам удалось взыскать более половины этой суммы. И по двум таким субъектам возбуждено два уголовных дела. В общем, вы поназывались только цифры. Я думаю, сейчас легко запутаться. И тем не менее, все эти цифры большие достаточно говорят о том, что работа есть. И те, кто уклоняются от уплаты налогов под прицелом налоговиков. Галина Михайловна, часто вы говорите такую фразу «как налоги соберем, так и жить будем». Вы хотите поспорить с этим? Нет, я согласен. Просто мне интересно, увеличилось ли количество поступлений в бюджет региона за последнее время. Да, действительно, работа наших налоговых органов оценивается в цифрах. Так вот, только за два месяца мы собрали такую сумму, вдумайтесь в эту цифру, 1 триллион 710 миллиардов рублей. Это более чем в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Безусловно, эта сумма, эта цифра, за этими цифрами стоит большая работа. Но если с точки зрения структуры, с точки зрения поступления по формам собственности, то ситуация такова. 81% мы получаем от предприятий государственной формы собственности. Остальные проценты раскладываются в малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели, физические лица. К сожалению, для нашей области характерно одно из самых низких поступлений от предприятий малого и среднего бизнеса. А такие предприятия, как Беларусьнефть, предприятия Транснефтепровод Дружба, Мозырьский нефтеперерабатывающий завод, за прошлый год только дали практически половину консолидированного бюджета области. То есть это значительная сумма. Я пользуюсь возможностью, хочу поблагодарить коллектив этих предприятий. Хочу вообще, чтобы наше население знало, благодаря каким предприятиям мы имеем возможность выполнять наши различные социальные программы. Я, тем не менее, хотел бы остановиться по вкладу в бюджет региона малого бизнеса, того самого негосударственного сектора. Многие эксперты, экономические аналитики говорят о том, что все-таки незначительно, а может быть и где-то совсем мало задействован потенциал как раз-таки негосударственного сектора. Алла Александровна, как бы Вы прокомментировали эту информацию? Абсолютно согласна. И Галина Михайловна очень убедительно доказала то, что бюджет формируется в основном за счет очень незначительного количества предприятий крупных промышленностей. А именно они являются локомотивами, обеспечивающими экономический рост страны в целом. И мы гордимся этими предприятиями, модернизация у них прошла, высокотехнологичное оборудование установлено, но должны понимать, что резервы у них, пусть и не исчерпаны полностью, они еще есть, но они уже во многом задействованы. На максимуме, потому что работают. И для того, чтобы обеспечивать нам дальнейшее благосостояние нашего общества, для того, чтобы расширять и социальный пакет, и решать многие общественные проблемы, необходимо, конечно, новое поступление в бюджет, необходимо новое развитие экономического сектора, и много внимания уделяется развитию малого бизнеса предпринимательства. На это направлена и директива номер 4, и в прошлом году год был объявлен годом предпринимательства, поэтому и поступления в бюджет ожидаются именно от этого сектора экономики. Алла Александровна, вот интересно, часто знаю, что бываете в зарубежных командировках, обмениваетесь опытом в тех и других странах, скажите, есть ли вообще такая налоговая система, которая устраивала бы одновременно и государство, и каждого простого жителя, представителя любой организации? Мне кажется, ваш вопрос равнозначен вопросу, есть ли рай на Земле. Или есть ли жизнь на Марсе. Да. Наверное, под раем каждый представляет свою родину, но вместе с тем, все равно это далеко от идеала. Точно так же и в мире нет идеальной системы, которая бы устраивала одновременно и налогоплательщиков, и налогособирателей, то есть государство. Поэтому, ну вот проследите, если исторически, как определялся этот оптимум по сбору налогов. В древности, как собирали налоги, правитель спрашивает у сборщиков налогов, с чем занимается народ. Поет, танцует, значит, можно еще идти собирать налоги. И тем не менее, Алла Александровна, есть же, наверное, такие экономики в развитых странах, на которые мы сегодня все-таки можем ориентироваться, и это будет только в плюс Беларуси. Несомненно, при формировании и налогового кодекса, и при определении направления его совершенствования изучается зарубежный опыт. Если классически рассматривать, то по индексу человеческого развития наиболее оптимальными считаются системы налогообложения скандинавских стран. Но, заметьте, с точки зрения налогоплательщиков, там самый высокий уровень налогов. Но там и самая высокая социальная защита населения, самый высокий уровень жизни народа за счет того, что государство, получая налоги, может перераспределять его в социально значимые сферы. Самый низкий уровень налогообложения в Соединенных Штатах Америки. Но там и социальный пакет какой? Там женщина, которая родила ребенка, не имеет возможности ухаживать за ним, так как ухаживает в нашей стране до достижения трехлетнего возраста и получает при этом пособие. Там два-три месяца и все, и ты решаешь проблему уже сам, каким хочешь способом. Поэтому сказать о том, что какая-то система оптимальна, повторяю, нельзя, но вместе с тем положительный зарубежный опыт обязательно надо использовать. Я думаю, что этот самый положительный опыт мы берем на вооружение, ведь налоговое законодательство ежегодно меняется. Поэтому подтверждение традиционная уже стала запись программы Токшоу Перекресток, когда здесь мы рассказываем о каких-то изменениях, новшествах, и это тоже правильно. Так вот, если говорить про изменения и дополнения, в 2012 году тоже они произошли. С 1 января в Беларуси вступили в силу поправки в налоговый кодекс страны. Галина Михайловна, давайте расскажем, чего именно они коснулись. Ну, я прежде всего хочу сказать, что действительно налоговая система – это наиболее динамично развивающая система с точки зрения органов исполнительной власти и управления в нашей стране. Каждый год мы разъясняем новое законодательство, проводим такую масштабную работу. Безусловно, все эти изменения в последние годы направлены на упрощение для удобства, прежде всего, для плательщиков. Из таких примеров, наиболее значимых и ярких, за последние годы мы можем назвать это уменьшение ставки налога на прибыль с 24% до 18%. Причем это самая низкая ставка, если сравнивать и Казахстан, и Российскую Федерацию. Помните, что с прошлого года только один раз плательщики в марте месяце подают налоговую декларацию на прибыль. В предыдущие годы было каждый месяц. Изменился с этого года уже срок уплаты налога на недвижимость, то есть не в январе, а уже в марте, когда уже бухгалтерия отработает свою и так далее. Уменьшилась ставка по упрощенной системе налогообложения на 1%. В общем, такой достаточно живой механизм. Электронное декларирование – это тоже все для плательщиков, то есть возможность подачи декларации в электронном виде. То есть, да, можно критиковать налоговую систему, нас критикуют, и в том числе и в этой студии, и в средствах массовой информации. Но поверьте, что это действительно изменение направлено на упрощение и для удобства прежде всего для плательщиков, и учитывая тот же международный опыт. Верим? Верим. Упрощенная система налогообложения все больше по душе индивидуальным предпринимателям. В чем плюс и где же минусы, об этом узнаем прямо сейчас. В студию пригласили большое количество представителей малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Этот вопрос адресую вам. Андрей Викторович Ченков, индивидуальный предприниматель. Но сказать преимущество недостатки, давайте начнем, наверное, с преимущества. Преимущество заключается в упрощенной системе, о том, что мы можем определить самостоятельно, по какой категории, в зависимости от торговых наценок, в зависимости от оборачиваемости, или сферы услуг, или сферы деятельности, мы можем заниматься. То есть, у нас существует два выбора. Первый выбор – это упрощенная система налогообложения, еще раз подчеркну. Это 15% и 7%, которые сейчас сократились, но с 2012-го у нас началось вместо 8% действующих предыдущих. Прежде всего, что можно характеризовать, это то, что упрощенность системы налогообложения является последовательной после ход деятельности своей. И, соответственно, она является дифференцированной. Если мы возьмем, исходя из того, что существуют ставки единого налога, ставки единого налога, они расчетные, они фактически необходимо предварительно сначала оплачивать, а потом уже последовательно вырабатывать тот объем для того, чтобы оно, соответственно, окупился данный налог. Если, например, какие-то семейные обстоятельства, какая-то хозяйственная деятельность не позволит осуществлять, то назад данная предварительная ставка единого налога не дифференцируется. Ну, в общем, вы уже, я так понимаю, воспользовались и оценили все преимущества. Да, преимущество оценили. Что ж, ну а мы продолжаем обсуждать обновленный налоговый кодекс. Знаю, что многие поправки в данный документ являются и призваны стимулировать как инвестиционную деятельность, так и работу в области инноваций. Алла Александровна, расскажите, пожалуйста. Да, наверное, вот нет такой группы или главы, которая бы это объединяла. То есть подходы или стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности достаточно размыто в налоговом кодексе. Вместе с тем в каждой главе это четко прослеживается. И при определении льгот по каждому виду налогов это тоже выделено. Ну, в частности, инновационная деятельность, я тут отношу и образовательную деятельность, она освобождена, все виды образовательной деятельности, платных услуг в сфере образования, освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Очень много льгот для предприятий, которые осуществляют производство высокотехнологичной продукции, и это льготы по налогу на прибыль. Для научных учреждений, центров высоких технологий, парка высоких технологий, Академии наук, это освобождение от уплаты земельного налога, налога на недвижимость. Есть также ряд льгот для физических лиц, которые работают в парке высоких технологий по уплате налога подоходного. То есть вот эти все льготы очень четко прослеживаются в поддержку развития инноваций и во внедрение экономики знаний в Республику Беларусь. Что ж, ну а прямо сейчас мы развернем тему немножко в другое русло. Беседу продолжим сразу после сюжета. Ну а пока на ваших экранах одна невыдуманная история от моего коллеги Николая Кальцина. Внимание на экран. Гомельчанке Ане этим летом во время вступительной кампании репетитора по английскому языку пришлось нанимать дважды. Дело в том, что первый репетитор, девушка, которая согласилась подготовить Аню к вступительному испытанию в ВУЗ, просто-напросто оказалась мошенницей. Как рассказала Анна, несколько пробных занятий репетитор все-таки провела. Причем все они были бесплатными. Но это была своеобразная приманка. Затем репетитор взяла деньги за месяц вперед и исчезла из поля зрения. Естественно, вместе с деньгами и недополученными Анной знаниями. Начали ей звонить, телефон недоступен. Так мы прозвонили целую неделю. Ну, в конце концов, нам уже по советам сказали, что, наверное, репетитор так специально сделал, взял деньги и не захотел с вами продолжать деятельность. Нелегальное репетиторство, обучение без необходимых документов и без постановки на учет в налоговой инспекции на Гомельщине достаточно распространено. Особенно в областном центре. И это неудивительно. В Гомеле семь высших учебных заведений. Летом во время вступительной кампании сотрудники областной налоговой инспекции провели социологическое исследование среди абитуриентов. Всего было опрошено почти 500 человек. Оказалось, что большая часть респондентов, 70%, пользовались услугами репетиторов. Но официально на учете в областной налоговой инспекции стоит всего чуть более 100 репетиторов. Статистика получается неутешительная. Большая часть репетиторов работает нелегально. Мы проанализировали данные анкеты и сделали ряд выводов, что огромное количество студентов пользуются такими услугами. Что касается ответственности, конечно, привлекаем мы непосредственно человека, который занимается, предоставлять такие услуги. Репетитор, который нелегально осуществляет такую деятельность. Тем временем Анна снова записалась на дополнительное занятие к репетитору. И на этот раз решила себя обезопасить. Выяснить, официально ли работает преподаватель. Если возникнут какие-то подозрения, может быть, у него, в принципе, он может обратиться в налоговый орган и спросить, зарегистрировали физическое лицо в качестве репетитора. Это, конечно, подстрахует его. Как пояснили в областной налоговой инспекции, больше всего абитуриенты Гомельщины пользуются услугами репетиторов по физике, математике и иностранному языку. Именно в этих науках больше всего и нелегалов, которые во время вступительной кампании обогащаются на абитуриентах. Правда, и налоговики в это время не дремлют. Поэтому может не ждать неприятностей заплатить налоги и спать спокойно. Николай Кальсин, Алексей Каверин, Сергей Лукашук. Специально для ток-шоу «Перекресток». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова